Андрей, поздравляю вас с золотым дублем. Как отметили чемпионство, добытое в субботу? Ничего, все хорошо. Все довольны. Спокойно. В семейном кругу. Да, все вместе. Все персоналы, все. Ну, сделали выходной, все-таки тяжелый сезон. Тренер дал отдохнуть. Можно сказать, что сделали себе найкращий подарок на десятилетия. Конечно, конечно. Я думаю, все довольны. Я, тем более, вдвойне. У меня двойной праздник. Передавлялися цей финал? Нет. До сих пор не смотрел. Могу честно сказать. Самые важные моменты вы прокручите иногда в памяти. И можно увидеть в соцсетях. Андрей, на фоне того, что у «Шахтера» теперь на один трофей больше? В истории независимой Украины. Можно считать, что «Шахтер» самый успешный пункт Украины? Не. Ну, за последние, наверное, 10-15 лет, конечно. Всегда команда показывает уровень команды. Это ее достижение. Поэтому последние 10-15 лет «Шахтер» показывает, что он действительно номер один в Украине. Андрей, в матче с «Зарё» шахтер периодически меньше владел нищим, чем соперник. Это была умышленная тактика или «Заря» смогла навязать свою игру первым номером? Нет. Ну, все-таки мы забили быстрый гол. И уже, конечно, дали где-то инициативу сопернику. Но учитывая, что у нас быстрые впереди игроки, наверное, ждали все-таки контратаку. Поэтому это, в принципе, по плану было. И моментов у нас было достаточно. Этот матч с «Динамо» будет? Таким поединком, где команда должна будет довести, что она действительно сильный чемпион? Ну, это вы так раскручиваете. У нас есть тренер, который нам дает установку. Конечно, уже не давляет ни результат, учитывая последнюю нашу игру, где, можно сказать, и моментов не было. Поэтому, я думаю, будет более открытый футбол. Но все равно мы хотим сыграть сзади на ноль и добиться результата. А как игра будет, посмотрим. Чекает она чемпионский коридор в «Динамо»? Я на это не обращаю внимания. Я даже не знаю, как ответить. Ну, сделают хорошо, не сделают тоже. Это их право. Андрюш, ты понимаешь, что у «Динамо» будет дополнительная мотивация? В том плане, что у вас среда праздников, то есть заслуживая чемпионка, десятилетия победы. Вот через два дня будет, через три дня будет юбилей создания, не юбилей, а день рождения клуба за 4 мая. То есть испортить праздник главному сопернику, знаешь, это как бы всегда приятно. Ну, в наших противостояниях мы всегда ищем какую-то, да, чем испортить, да, какие-то противостояния, чтобы был ажиотаж был. Поэтому это нормально. То есть они будут пытаться нам испортить праздник, как вы говорите. Мы будем пытаться доказать. Это и есть футбол. Должна быть какая-то мотивация всегда.